День семьи, любви и верности 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 Что касается социальной направленности, то эта вещь очень лукавая И по поводу социальной направленности проектов Павла Владимировича Здесь большие сомнения Один из таких социальных проектов, я не знаю как назвать Но я так по всей видимости понимаю, что это социальный проект, это строительство в пойме, я так полагаю, бассейна для жителей И что там строится на крыше одного из домов Видимо, чтобы компенсировать неудобства в связи с тем, что детская площадка когда-то там предполагалась На месте ее был все-таки воздвигнут жилой дом Но это, конечно, стоит только приветствовать Даже говорят, лифт там отдельно строится Ну а может быть по поводу, по аналогии с этим плавательным бассейном Крышу соседнего дома что-нибудь придумать, там эту ледовую арену на 400 мест А это все-таки участок мы реализуем И чтобы вы понимали, это реконструкция примерно двух детских садов Этот проект, безусловно, может быть реализован Но на несколько, скажем так, других условиях Не как МЧП, не как вклад города в виде вот этого имущества А, собственно, проекту, конечно, стоит дать зеленый свет Но после проведения аукциона, всех процедур Можно очень долго в администрацию отправлять свои хотелки Но видя такой вот дефицит на сегодняшний день Когда не хватает денег вообще абсолютно ни на что Разбрасываться десятками миллионов рублей То есть, ну вот это не 27 миллионов То есть, цена по аукционам будет существенно выше То есть, ну я считаю, что это... Что это, ну в нынешней ситуации мы себе этого позволить не можем У вас есть данные конкретные, что есть желающие за 70 миллионов? У меня есть, но конкретно я их озвучить не буду Это было озвучено колуарно Напомним, комплекс зданий на улице Силкин Где раньше располагался клуб Горизонт Уже трижды выставлялся администрации на аукцион И ни разу торги не состоялись по простой причине Не было желающих приобрести это имущество Здание продолжает стать запустение Все больше ветшая Суть предлагаемого муниципально-частного партнерства Инвестор вкладывает в возводимый спортивный объект Более 250 миллионов рублей И предоставляет ледовую арену для нужд города Муниципалитет, в свою очередь, выделяет под строительство Земельные участки под зданием бывшего клуба Горизонт Общая стоимость муниципальных объектов По действующей оценке 28 миллионов 350 тысяч рублей На эту стоимость муниципальному образованию Будут предоставлены помещения По оговоренной стоимости Мы брали за основу при расчетах стоимость услуг Которые оказываются у нас в ледовом дворце Будет предоставляться арена Получается по нашим расчетам на пять лет Два часа в день То есть безвозмездно Как выяснилось на заседании комитетов На площади бывшего клуба Горизонт Есть и другие претенденты Руководитель одной из частных танцевальных студий города Намерен взять в долгосрочную аренду Одно из помещений комплекса зданий Ежемесячно за 739 квадратных метров Он должен будет отдавать в казну Более 260 тысяч рублей Плюс ему будет необходимо провести полную реконструкцию здания Так как в том виде, в каком оно существует Помещение не может быть использовано для занятий с детьми Оно попросту небезопасно А это еще по скромным подсчетам Несколько миллионов рублей В проекте нового многофункционального центра Предусмотрены просторные залы для танцев Арендовать их под занятие выйдет куда дешевле В тех помещениях, которые планируются к строительству Есть возможность реализовать и танцевальный зал И помещение для занятий И качество данного объекта будет иметь самое высокое Помещения будут соответствовать самым лучшим требованиям И где могут заниматься дети, взрослые Система сигнализации, безопасности, охрана, контроль Что не сможет сделать ни один индивидуальный предприниматель В своем, в арендованном муниципальном помещении Еще один минус такой долгосрочной аренды Как заметили депутаты Она наложит обременение на другие помещения комплекса Если город выставит их на продажу Покупатель будет обязан учесть интерес арендатора А это дополнительный минус к привлекательности имущества Которые, как показали три несоставившихся аукционы И так не пользуются спросом Но то, что продавать этот комплекс необходимо Это однозначно с силки на 25 Либо без силки на 25 Интересанты есть Интересанты под разные темы То, что КУМИ сейчас под аренду Я считаю, это просто не серьезный вариант Потому что уменьшает потенциальные возможности этого участка А по сути все остальные объекты заморозят вместе с территорией То есть мы получим опять на определенный срок Это висящий объект Депутаты решили провести по вопросу выездное заседание Встретиться на объекте с руководителем школы танцев И авторами проекта многофункционального центра Наглядно оценить состояние зданий И обсудить перспективы использования участка Транспортные земельные налоги Налог на имущество за 2017 год Нужно было оплатить до 3 декабря прошлого года Если налогоплательщик вовремя не заплатил налоги То уже со следующего дня он становится должником И его долг растет каждый день за счет начисления пений Всего в округах подведомственных Саровской налоговой инспекции В должниках числится 46 тысяч человек Узнать актуальную сумму долга по налогам А также оплатить задолженность Можно в личном кабинете налогоплательщиков Для физических лиц Либо в мобильном приложении налоги физлиц Для этого просто необходимо внести реквизиты Своей банковской карты Либо воспользоваться онлайн сервисом Одного из банков-партнеров ФНС России Оплатить задолженность можно на сервисе «Заплати налоги» На сайте Федеральной налоговой службы России Или в любом почтовом или банковском отделении Также в торговом центре на Московской 5 Раз в месяц будет открыт мобильный налоговый офис График его работы будет 26 июля, 30 августа и 27 сентября Работать он будет с 14 до 17 часов Сотрудник налоговой инспекции Поможет любому гражданину, который придет в офис Подскажет актуальную сумму его задолженности Либо об отсутствии долга Если человек вовремя не заплатит налоги Ему выставят требования После срока уплаты по требованию В течение 6 месяцев Налоговая инспекция имеет право обратиться в суд За вынесением судебного решения Когда суд выносит судебное решение Мы направляем его уже в службу судебных приставов И служба судебных приставов взыскивает Должнику могут ограничить право на выезд из России Арестовать счета или распродать личное имущество Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов Служба новостей, Саров, 24 Ведутся ремонтные работы Проход запрещен Несколько дорожных знаков уже не первый месяц Пылятся во дворе возле дома номер 2 по улице Матросова А еще песчаные насыпи, пластмассовые оградительные блоки Которыми заложили место, где не так давно Велись работы по ликвидации аварии Прорвало где-то эту трубу месяц-полтора назад Приехали, раскопали А потом через недели-две закопали Это все осталось так Жители подъезда обходят склад из знаков и блоков по газону И без того не очень благоустроенный двор превратился в ремонтную площадку Вот только сроков окончания работ жильцы не знают Ситуацию усугубляет и то, что в темное время суток Прохожий может просто-напросто не увидеть эту гору Во дворе нет освещения Когда было только раскопано, да, ям было, было освещение, было освещение Вот, а сейчас, сейчас никакого освещения То есть они раньше, да, они подсвечивались Хотя бы красненькими фонарями они подсвечивались Во втором подъезде дома номер 2 по улице Матросова всего несколько квартир Но там живут и пожилые люди, и семьи с маленькими детьми Обходить препятствия приходится и прохожим, которые срезают путь через двор Ну, потому что тут такие люди живут пожилого возраста Ну, сами понимаете, они могут и упасть, и разбиться, и так далее Кроме вот раскопанных и вот бурьян у нас тут ничего нет Никакой инфраструктуры такой Как выяснилось, аварийный ремонт на этом участке выполняла Саровская теплосетевая компания При проведении плановых работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону Там было обнаружено повреждение трубы На сегодняшний день оно устранено Ну, и будут продолжаться восстановительные работы по благоустройству Данное место огорожено водоналивными ограждениями Знаки выставлены по безопасности Работы по благоустройству планируют выполнить до конца недели Или в начале следующей, в зависимости от погоды На месте, где раньше была разрыта яма, уплотнят грунт и положат новый асфальт Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24 Неспроста детский сад номер один получил название «Лесная сказка» Его здание практически полностью окружено зелеными насаждениями Вот только часть территории с деревьями и кустарниками Сотрудникам сада приходится ограждать сигнальной лентой В последнее время здесь стали часто оставлять личный транспорт Несмотря на то, что там нет ни знака парковки, ни специальной территории, организованной под стоянку Проковался, что-нибудь в минуту сейчас уеду Расскажите, пожалуйста, почему именно это парковочное место вы выбрали? До свидания До свидания, очень приятно На территории воинской части появился пропускной пункт, ворота которого выходят прямиком на улицу Советскую Именно после появления нового входа на территорию дивизии рядом с садом стало парковаться все больше машин А потом это место и вовсе засыпали щебенкой Сперва могло показаться, что это подготовительный этап к оборудованию стоянки Но после того, как высыпали и утрамбовали щебенку, работы прекратились Как оказалось, этой стихийной парковкой родители детей из детского сада практически не пользуются Свои автомобили здесь чаще всего оставляют военнослужащие У меня ребенок ходит в этот детский сад У вас ребенок ходит? Да, когда я приезжаю с утра, всегда есть парковочный мост Кто засыпал эту территорию щебенкой и появится ли здесь официальная парковка? Подробности мы расскажем в наших ближайших выпусках новостей Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24 С начала текущего года в Сарове зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с детьми Операция «Пешеходный переход» призвана напомнить горожанам, что важно соблюдать правила дорожного движения И переходить улицу только в разрешенных местах Чаще всего страдают на дорогах, конечно, это пешеходы В этом году 8 ДТП таких зарегистрировано 8 пешеходов пострадало, в том числе, когда водитель на пешеходном переходе не уступил дорогу ребенку, который по нему переходил Особое внимание уделяли любителям покататься на велосипеде Этот вид транспорта становится популярнее летом Но многие забывают, что велосипедисты такие же участники дорожного движения, как водители и пешеходы А значит, нужно слезать с двухколесного транспорта перед переходом через дорогу 11-летний Влад, в отличие от многих взрослых, всегда соблюдает это правило Велосипед везти, но нельзя на нем ехать Потом нужно переходить по пешеходному переходу, если нет машин Сотрудники ГИБДД также напомнили водителям о правилах перевозки детей и проверили автомобили на наличие удерживающих устройств В некоторых случаях родители сажают ребенка в автокресло, но не пристегивают ремни И безопасность маленького пассажира оказывается под угрозой Инспекторы останавливали нарушителей, проводили беседы и составляли соответствующие протоколы Сотрудники госавтоинспекции настоятельно просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения И уважать друг друга, особенно когда дело касается жизни и здоровья детей Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24 С такими лозунгами юные инспекторы, родители и волонтеры совместно с сотрудниками ГИБДД выйдут на улицы города В рамках акции пройдут рейды и беседы с участниками дорожного движения С начала 2019 года в Сарове зарегистрировано 11 ДТП с детьми Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года В нашем городе идет рост дорожно-транспортного происшествия, в котором у нас страдают дети Зачастую это дети-пешеходы, также есть и велосипедисты В данной акции мы хотим привлечь внимание и детей, и их родителей, и также водителей В летнее время, когда у школьников много свободного времени, они нередко предоставлены сами себе И риск ДТП с участием детей возрастает Главная цель акции – рассказать горожанам о проблеме детского дорожного травматизма летом И сократить количество нарушений правил дорожного движения Актуальные темы, которые поднимут организаторы – автокресло детям, ребенок-велосипедист и ребенок-пешеход Скажем так, напомнить водителям, напомнить, чтобы были внимательны на дороге Все-таки дети, в силу возраста, не могут они себя адекватно, скажем так, повести так, как может взрослый человек Детям расскажут о нормах поведения на проезжей части и дворовой территории А также проведут беседы с водителями, которые нарушают правила перевозки детей и не предоставляют преимущества пешеходам В своем юном возрасте участница акции Дарья Михеева уже понимает важность проблемы и хочет донести ее до взрослых Надо знать правила дорожного движения наизусть, надо пристегивать детей Водителям еще надо быть ответственнее относиться к детям на дорогах Акция «Дорога безопасности» будет проводиться в нашем городе до 14 июля Сотрудники ГИБДД призывают саровчан как можно раньше знакомить детей с правилами дорожного движения и подавать личный пример Тарья Козина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24 В день семьи, любви и верности маленькая Варвара получила именную медаль и первый в своей жизни документ, свидетельство о рождении Девочка появилась на свет в марте этого года в любящей и крепкой семье Бордодымовых Родители Сергея, Надежда и четверо малышей встречают праздник святых Петра и Феврунии с особым трепетом Для нашей семьи это веселье, радость, счастье, взаимопонимание, любовь, благополучие, все что можно Для нас оно и это все есть В семье Бордодымовых особое внимание уделяют воспитанию и развитию детей Старшие ребята помогают маме по хозяйству, нянчатся с малышами Свободное время родители вместе с детьми любят проводить на природе Придерживаются здорового образа жизни и считают, что звонкий детский смех в доме – главное счастье в жизни Счастье в детях у нас Счастье здесь, любовь к ним, любовь к своим родителям Самое большое – это любовь к своим родителям, то, что они нам дают, мы все это передаем своим детям На сегодняшний день в нашем городе живет 571 многодетная семья Две ячейки нашего общества взяли на себя ответственность за воспитание девятерых и восьмерых детей 15 саровских семей растят шестерых детей Мы часто в семье не только воспитываем детей, но и сами воспитываемся Стремимся друг к другу прислушиваться, стремимся друг друга терпеть И тем самым, может быть, в середине своего пути, может быть, даже в конце пути Мы можем более твердо сказать, что мы любим друг друга В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в молодежном центре прошла церемония награждения По итогам городского фотоконкурса «Радость отцовства» Победителей выбирали в нескольких номинациях По итогам интернет-голосования определился обладатель приза зрительских симпатий Для каждого студента вручение диплома – это важное событие в жизни, которому он упорно шел несколько лет Помимо документов об успешном окончании учебы, часть выпускников получили благодарственные письма за успехи в той или иной сфере Полина Бросимова вместе с красным дипломом унесла домой награду – поощрение за общественную деятельность Я на самом деле хочу выразить благодарность всем преподавателям института за их теплые отношения, за поддержку, которую всегда от них можно получить Хочу выразить благодарность студентам за то, что они есть, они тоже мотивируют как-то достигать каких-то успехов Как и многие выпускники, Полина планирует устроиться на работу в ядерный центр Хорошим стартом для нее и других вчерашних студентов стало прохождение практики на площадках в НЕФ Где молодые люди могли принять знания и опыт у ведущих ученых нашей страны Познакомиться с оборудованием и программным обеспечением, которое используется на городообразующем предприятии Благодаря этому выпускники СРФТ имеют преимущество при приеме на работу Если другим не нужно, придется включаться в процесс, узнавать тонкости об устройстве вне, то вы уже здесь как рыба в воде Поэтому зачастую выпускники СРФТ имеют более стремительный карьерный рост Они занимают более зачастую ключевые должности в Российской Федеральном ядерном центре Годы учебы для многих выпускников пролетели как один миг Для молодых людей СРФТ стал вторым домом, который они всегда будут вспоминать с особой нежностью и теплотой Я так рада, что я сюда попала, мне так понравилось обучаться То есть преподаватели были замечательные, столько знаний, столько практики СРФТ постоянно помогал нам, отправлял нас на интересные конкурсы, олимпиады, в которых мы принимали участие неоднократно И поэтому мне очень хочется поблагодарить этот институт Все было очень круто, мне понравилось, классные преподаватели, классные пары, классные дипломы, как итог Все было здорово Получением дипломов учеба для вчерашних студентов не закончилась Чтобы достичь успехов на профессиональном поприще, учиться им предстоит всю жизнь Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24 Мирвука, софты, харды и кейсы Кандидатов на должности наставников с первых минут встречи погрузили в новую систему дополнительного образования Которая реализуется на базе детских технопарков Кванториум Задача – показать участникам особенности образовательного процесса и плотно поработать с претендентами на педагогические должности Вся образовательная деятельность детского технопарка Кванториум связана с тем, что в центре этой деятельности стоит ребенок Его проблемы, желания, его возможности выбора того направления, которым он очень хочет заниматься Представители Министерства образования, науки, молодежной политики познакомили участников с особенностями новой формы профориентации школьников Кванториум дает детям возможность узнать больше о современных технологиях и выбрать себе профессию по душе В основе образовательной деятельности находится принцип 4К Что под этим мы имеем в виду? Те компетенции, которые ребенок получает Это в первую очередь креативность, это команда образования, это продуктовое мышление Собственно, вот эти особенности, которые выделяют тот образовательный процесс во всех детских технопарках Кванториум в Российской Федерации На встречу пришли люди разного возраста и профессии Они сосредоточенно слушали, записывали и задавали вопросы Подробнее о новой форме дополнительного образования рассказала руководитель Нижегородского Кванториума, а также провела для участников тренинг Практический тренинг, который чуть-чуть их окунет в будущее их деятельность, позволит генерировать идеи, позволит работать в команде Так как Кванториум это командная работа, это проектная деятельность, это деятельность, которая нацелена на будущее, на ребенка, на то, чтобы идти в ногу с ребенком Кванториум в Нижнем Новгороде работает уже год, поэтому сомнения кандидатов Светлане непокоровы и понятны Перестроиться с классической формой обучения на новую педагогам со стажем трудно Год у нас был сложный, когда мы работали тоже с педагогами И они потихонечку за шагом перестраивали свои методы, свои подходы к образовательной деятельности, свое общение с детьми Это сложно, но это безумно интересно Следующая встреча пройдет в конце июля В рамках организационных мероприятий будут обсуждаться проблемы взаимодействия с ядерным центром, департаментом образования и администрацией технопарка Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24 Посетить закрытый город иностранцам вряд ли удастся, но с помощью ролика туристы из других стран, да и жители России смогут побольше узнать о достопримечательностях Сарова Для школьников участие в конкурсе – это хорошая языковая практика и возможность проявить свои творческие способности Рассказывали мы про историю города Саров, про Серафима Саровского Мы затронули историческую часть города, то есть это все храмы, ну большинство по крайней мере Мы рассказывали о том, что находится в нашем городе, о том, что здесь сочетается как бы как и наука, а также и церковь и православие Готовиться конкурс ученики 2-й гимназии начали еще в январе Они выбрали номинацию «Историческая ценность и достопримечательность города» Как призналась Настя, поначалу было трудно Она озвучила ролик на французском языке и столкнулась с множеством новых слов, которые еще не изучала Были сложности в произношении некоторых слов, потому что были незнакомые слова Но с учительницей нашей она меня подготовила и в дальнейшем сложности не возникло По итогам конкурса проект Саровской команды занял первое место в своей номинации Для девочек это первый опыт участия в международном конкурсе Как они признались, было очень волнительно защищать свой проект перед членами жюри в финале На самом деле сначала было как-то не по себе, может быть, потому что все было новое Но впечатления у меня остались положительные, мне все очень понравилось Понравилось наблюдать за другими участниками Финалом чемпионата станет общий фильм о красоте и величии нашей страны Ролик станет для иностранных гостей визитной карточкой городов-участников конкурса Это даст каждому региону возможность привлечь туристов из других стран и путешественников россиян Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24 Каникулы в художественной галерее – успешный многолетний проект, который пришелся по душе и взрослым, и детям Каждый сезон для гостей придумывают новые творческие мастерски на самые разные темы И это лето не стало исключением Одна из программ «Большое путешествие» включает в себя создание поделки в технике пластилинографии С помощью этого материала ребята украшают вырезанного из бумаги слона Путешествуя по разным странам, мы все-таки решили остановиться на такой тоже яркой, очень сочной, где-то даже веселой стране, как Индия Там проходит праздник слонов, и мы решили как раз творческую мастерскую посвятить этому празднику Также ребятам предлагают во время украшения своего слоника загадать заветное желание Многих малышей это вдохновляет проложить все силы, чтобы сделать свою поделку как можно лучше Мне понравилось закрашивать слоникой и понравилось закрашивать пластилином Мне сегодня понравилось делать слонов Мне понравились слоны, я загадал желание Мне очень понравилось делать слоников, мне сегодня понравилось то, что нам сказали, что мы можем загадать желание, пока делаем слоников И мне самой понравилось, как я сделала своего слоника Также в рамках программы «Каникулы в художественной галерее» с понедельника по пятницу в 14 часов можно посмотреть детские анимационные художественные фильмы Это «Пушистый шпион», «Гурвинек», «Волшебная игра», «Девочка Мия» и «Белый лев» Телефон для справок 70287 Все мероприятия для лиц старше 6 лет Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24 Кто и когда изобрел бумагу? Что раньше использовали вместо нее? И где она применяется? На эти и другие вопросы искали ответы читатели библиотеки имени Пушкина Юные всезнайки проявили свою смекалку и умение А также узнали много нового о привычном на первый взгляд материале Применение бумаги, опыты делали самые разнообразные с бумагой Дарили бумаге вторую жизнь, то есть мастерили из использованных журналов, из газет Что-то делали по нам, мы делали кулечки Дети разделились на команды и приступили к заданиям На каждой станции они совершали небольшие открытия Ребятам на практике показали необычные свойства бумаги И рассказали, где и как можно применить этот материал Проводили опыты с бумагой и узнавали про нее что-то новое Узнали, что бумага боится воды, острых предметов, огня Активный, любознательный Влад Гиньков не пропускает ни одного занятия в библиотеке И каждый раз старается узнать что-то новое Самой интересной для него оказалась площадка, где ребята делали из старой и ненужной бумаги полезные вещи Из газеты, которая уже использована была, не напечатаны были всякие новости Мы давали ей вторую жизнь, делали из нее кульки, панамы и подобные вещи После прохождения всех станций участники собрались в актовом зале, где каждая команда поделилась своими открытиями с остальными Юные читатели сумели оценить удивительные свойства бумаги и найти немало применений На создание яркого и романтичного шляпника рукодельницу Светлану Шевченко вдохновила картины Тимы Бертона «Алиса в стране чудес» Светлана позаимствовала у персонажа фильма основные элементы образа, но наделила его своим характером Там настолько был образ создан близкий мне, именно абсолютно сумасшедшие волосы Может быть не такой сумасшедший взгляд здесь и не такая улыбка, но он очень близок Шляпник появился на свет достаточно быстро Он, как и все работы, представленные на выставке, относится к типу интерьерная кукла Ими будет сложно играть, рассказывают мастерицы Но такие куклы удачно впишутся в интерьер и украсят любую комнату Он как затребовал материалов, так он их очень быстро и получал Работа шла вместе на тандеме, я и он, он мне помогал Вот как мне покажется, это странно Все куклы на выставке выполнены в технике грунтованный текстиль Каждый персонаж это практически ювелирная работа Рукодельницы прорабатывают все детали до самых мелочей Будь то клон на шее, брошь или заколка в волосах На начальном этапе создания куклы, когда до деталей и аксессуаров еще далеко За основу берется простая и известная всем ткань бязь Все очень просто, берется выкройка, все это раскраивается, сшивается Потом набивается определенным образом Потом грунтуется игрушка определенным составом Каждый мастер выбирает со временем свой, находит состав под себя А потом уже идет роспись Акрилом, акварелью или восковыми карандашами рукодельницы рисуют черты лица и мельчайшие детали Создавая тем самым неповторимый характер и настроение Спустя месяцы кропотливой работы на свет появляются мечтательная Алиса, загадочная гусеница и другие сказочные герои Работа саровских рукодельниц пробудут в библиотеке до конца июля Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов Служба новостей Саров, 24 Трассы и виражи на автомобилях с уникальной историей Перед каждой гонкой машина проходит тщательную подготовку От того, как автомобиль оснастят к соревнованиям, напрямую зависит результат заезда На прошедших в столице гонках Московская классика Участник саровской команды Черный Ворон за рулем советского москвича стал третьим в категории спорт Участвуют Волги, Жигули, нескольких классов, москвичи Формулы старые, такие вот из 60-х, 70-х годов Всего наш город на гонках представляло пять автомобилей Из них два москвича и три машины марки Жигули В категории тайм-атак соревские гонщики выступили также удачно И привезли домой первое и третье место Готовится автомобиль по своему классу, по своему, как бы сказать, регламенту Тут что-то можно, что-то нельзя в каком-то классе Подготавился автомобиль, а дальше выбирается трасса, платятся взносы Доставляется туда автомобиль, ну и вы, собственно говоря, заявляетесь и участвуете По такому графику вот уже несколько лет живут гонщики из команды Черный Ворон Сейчас они готовятся к третьему этапу соревнований, который пройдет уже в конце июля Но не только гоночными автомобилями увлечены реконструкторы Экспозиция музея автомототехники пополнилась советским спортивным мотоциклом «Урал М-77» Предназначенным для шоссейных и кольцевых гонок Здесь участвуют в экипаже два человека Сам пилот, который сидит за рулем И, соответственно, можно назвать его штурман Или человек, который находился в люльке И при передвижении, при входе в поворот, надо было как противовес вставать, держаться «Урал М-77» – предпоследний экспонат в линейке гоночных мотоциклов 60-70-х годов Чтобы завершить этот ряд, осталось найти лишь одну модель того времени Субтитры создавал DimaTorzok